А теперь к другим новостям. Круглый стол провела комиссия по информационной политике округа. Вопросы местного самоуправления обсудили гражданские активисты, депутаты, а также члены общественной палаты муниципалитета. Все подробности в нашем следующем сюжете. Главным вопросом повестки стало взаимодействие общественной палаты с гражданскими активистами и общественными организациями в вопросах развития местного самоуправления. Так, недавно на Совете депутатов округа приняли нормативные акты, в числе которых был документ по развитию и созданию территориально-общественного самоуправления, ТОСов. Именно этому вопросу уделили большое внимание. Действительно, то решение, которое принял Совет депутатов по созданию ТОСов, территориальных органов местного самоуправления, он довольно-таки болезненный, интересный. И мы должны понимать, если эта конструкция будет реализована, как она будет реализована, какой будет контроль за этой реализацией, чтобы это не уходило в деструктив. Это действительно очень важная, сложная тема. И при создании подобных органов мы должны опираться уже на пробированный опыт в нашей стране, если такой существует. Если нет, нужно изучать опыт других государств, где это было. Во время беседы участники круглого стола отметили, что вопрос о создании ТОСов спорный, поэтому мнения о их необходимости разделились. Где та ячейка, где существует необходимость создания ТОСов? Она где? Где такая потребность существует? Если по принципу жилищному у нас есть ТСЖ, у нас есть МКД. Все-таки, да, мы, наверное, склоняемся к тому, что это жилье. Но в жилье нет такой. Я еще раз сказала, что, наверное, даже те новостройки, которые и микрорайон Красная Горка, и самолет, проблемы все решаются без этих ТОСов. Ну, взаимодействие просто надо налаживать. В целом, по итогам круглого стола его участники определили для себя ряд вопросов для дальнейшей работы. Принято решение, что необходимо провести мониторинг необходимости и желания на разных территориях округа создания ТОСов. Плюс провести расширенные слушания при общественной палате по этой теме. Как отметил Рустам Хансферов, на расширенные слушания пригласят уже и жителей поселков, депутатов, членов общественной палаты, а также активистов. Такое решение приняли для детальной проработки вопроса. Мария Антонова, Александр Осиев, телеканал ЛРТ.